Рынищий пост, Германия. Маятник качнулся в сторону Востока. Ульрих Крёкель. Рынищий пост, Германия. 23 июля 2019 года. Наталья Снеданко, писатель, она четко подбирает слова. Родом из Львова, носящего отпечаток Запада, она, например, не находит никаких плюсов в новом украинском президенте Владимире Зеленском. Его якобы новый курс скорее напоминает добрые старые времена президента Виктора Януковича, когда законы существовали только для вида. Их легко можно было игнорировать, если того хотел какой-нибудь важный человек. Сарказм явно ощущается в словах Снеданко, а источник ее критики очевиден. Пророссийский поворот. Так она называет то, что Зеленский устраивает в Киеве, ее глубоко расстраивает. 46-летняя писательница, выступавшая в 2014 году на стороне Майдана и против Януковича, не одинока в своих расстроенных чувствах. Но она в меньшинстве. Более того, на парламентских выборах в воскресенье партия нового президента победила с огромным отрывом. Впервые в постсоветской истории страны казалось, что фракция может получить абсолютное большинство в Верховной Раде. Согласно первым результатам, партия Зеленского «Слуга народа», образованная лишь в конце марта, набрала 44% голосов. 41-летний политический новичок, который весной сенсационно превратился из телевизионного комика в главу государства, может уверенно править страной. И все же никто в Киеве точно не знает, что это будет значить для страны, которая со времен распада Советского Союза разрывается между Востоком и Западом. Бывшие главы государства, в том числе прокремлевский Янукович, снова и снова упражнялись в политике лавирования, пытаясь получить лучшие из обоих миров. Самое позднее, с революцией Евромайдана, аннексией Крыма России и последовавшей войной на Донбассе этот метод, казалось, исчерпал свои возможности. В 2014 году Киев сделал выбор в пользу Европейского Союза. В Москве глава Кремля Владимир Путин отреагировал на это давлением и силой. Так это остается и по сей день. Мы введем механизм отзыва парламентариев, которые потеряли доверие избирателей, говорится на интернет-странице партии Зеленского. Президент, отнимающий у своих противников иммунитет, это напоминает Натальи Снеданка о временах Януковича. Бывший президент не побоялся посадить за решетку своего основного соперника Юлю Тимошенко, прежде чем революционеры Майдана изгнали его со своего поста из страны. Но было бы слишком недальновидно видеть в Зеленском лишь только более молодую и хитрую тень неотесанного Януковича с его боксерской биографией. Кроме того, новый президент, по крайней мере, не оставляет сомнений в том, что при нем не будет фундаментального поворота в сторону Востока. Напротив, он постоянно подчеркивает свой проевропейский курс. Недавно на саммите ЕС Украины он даже высказал предположение, что эта встреча может быть последней в своем роде, потому что Украина уже скоро будет неотъемлемой частью Европы, то есть, кандидатом на вступление в ЕС. В этом плане он, по его словам, будет действовать решительно. И все же вступление Украины в ЕС в ближайшем будущем не является реалистичным вариантом, и это знает и Зеленский. Эйфорическое заявление служило, по всей видимости, другой цели – настроить своих сограждан на болезненные внешнеполитические шаги. Будущее Украины зависит от скорейшего завершения войны против пророссийских сепаратистов на Донбассе. Так звучит самый главный посыл Зеленского с момента вступления в должность. В разгар предвыборной кампании он выпустил видеообращение, адресованное главе Кремля Владимиру Путину и предложил ему переговоры. Можно, мол, поговорить о том, чей Крым. Предшественник Зеленского, Петр Порошенко, принципиально и бескомпромиссно отказывался вести переговоры о Крыме. Новый президент, кажется, хочет нарушить это табу, и по крайней мере, достиг частично дипломатического успеха. Путин, который даже не поздравил Зеленского с победой на президентских выборах, полторы недели назад впервые побеседовал по телефону со своим киевским коллегой и заявил о готовности продолжать беседы. Наталья Снеданко и разочарованные активисты Майдана видят в таких попытках сближения первые шаги повторного подчинения власти большого российского соседа. Однако среди большей части населения Зеленский своим дипломатическим наступлением все же затронул нужные струны, как подтвердили результаты парламентских выборов. Слуга народа не только явно лидирует. Второе место с почти 12% голосов занял партийный блок олигарха российского происхождения Виктора Медведчука. Явно прозападные партии сумели добиться на выборах лишь однозначных результатов. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Продолжение следует...